В июне, опять, по-моему, в 20-х числах, мы подписали договор, или в марте, я получил аванс 5 миллионов. Переехал в квартиру на Тверской, я жил до этого в офисе и спал на столе 6 месяцев, голодая и весил примерно 65 килограмм. Тогда я смотрел смерть в глаза. Перевод. Квартира — это дом. Дом там, где я. Это просто я и моя душа. О проявлении творчества в соответствии с моим миром началось в разгар, когда я решил немного изолировать себя от мира. Я решил с собой договориться, что-то сделать, исполнить, дал себе обещание, чтобы чего-то выполнить. У меня была энергия на это, на 5 минут, перемен. Действия, решения, рисуют, и я тогда, наконец, нашел свой внутренний покой, уют, душевный комфорт. Вдохновился, воодушевился, я нашел себя, я переехал к себе, я был с собой, переехал с дискомфорта. Комфорт моральный. Я был в себе. А до этого я чувствовал дискомфорт и неуютность. В режиме постоянной работы, беспокойства, не имел ресурсов, перемен, застой. Я смотрел смерть в глаза. Я не был в себе. Я был не я. Меня не было здесь, сейчас. Меня не было. Нет жилья — это нет меня. Хорошо заметить, когда ты даешь душевный комфорт себе, уют, спокойствие, равновесие душевное. Водушевляешься, горишь какими-то проявлениями, действиями жизни. Тебе прилетают энергии, возможности, ресурсы. Когда ты решаешь пойти в кураж, в кайф, в эту радость, что вот сейчас пойду творить, начинаю творить свое желание истинное, то все сразу приходит на эти чувства. Застой, который сменяется переменами, в сторону радости, кайфа, наслаждения жизни, проявления творения, всегда дает новые ресурсы и энергию. Я тогда первый... Останавливаемся или идем дальше? Нет, давай обсуждать, что ты здесь, какие выводы понял. Вот мы перевели, да? А что... Да, но тут-то как раз все понятно. Ну, слово понятно не знаю, я, по крайней мере, выделил красным и желтым, прошу заметить, с этого места. И то, что жилье — это там, где я, дом там, где я. Это моя душа, поэтому сейчас при выборе квартиры, а их мне дали на выбор несколько, я как бы последнюю квартиру, которую смотрел, как раз ее, в принципе, и выбрал. И сейчас, ну, как только деньги поступят, я буду ее покупать. Что касается... Этого всего, когда я стоял перед смертью, смотрел, конечно, сложно это описать чувства. Не знаю, как это описывать. И страшно это, на самом деле, вспоминать. Потому что это было, наверное, одни из самых тяжелых времен в моей жизни. Вообще все, что происходило тогда, все эти восемь лет, это было что-то очень жесткое. Но, если, грубо говоря, посмотреть на то, что было замечено, прошу заметить, то здесь, получается, когда себе даешь вот этот вот душевный комфорт и все остальное, получается, приходит энергия, спокойствие, энергия на развитие, на все остальное. Ну, вот у тебя, видишь, поначалу мы переводим, значит, мое проявление, мое творчество, сотворчество с этим миром, с людьми началось в разгар, когда я решил немного изолировать себя от мира, то есть перестать на внешнее смотреть, да, то есть изолировать себя от мира. Я сместил фокус внимания со всего вот этого внешнего, за контролем за вот этим миром, то есть я как бы решил изолироваться и побыть в себе. Вот, и я дал себе там кучу обещаний, вдохновился, что я вот смогу вот столько вот сделать. Это как пример с моей учёбой, что я вот сейчас вдохновилась этим английским языком, сколько мне всего нужно сделать, расписала себе, там, какие правила учить, там, времена надо, там, сколько занятий, сколько я часов должна, где я должна, с каким преподавателем заниматься. Я вдохновилась, сколько всего мне нужно сделать, да, времени потратить, как я это буду делать. И это настолько дало мне кучу энергии, что вот у меня всё само образовалось. И преподаватель пришёл, и тут же курсы организовались, и учёба пошла, и как бы время нашлось, и ресурсы. И я вдохновлена, я пообещала себе, ну, то есть я загорелась идеей, и она сразу стала воплощаться. То есть я загорелась идеей, а не деньгами, да, которые принесу. То есть я же не стала обдумывать, вот я сейчас вышел, ну, как бы выучила английский, и на английском начну преподавателю писать книги, заработаю много денег, и цель деньги стояла. У меня же не стоит деньги цель, у меня стоит не деньги цель, а цель именно кайфовать от того, что я говорю на английском свободно. Не почему, я просто говорю на английском, то есть они мне не деньги приносят, а потому что это кайф. Я всегда мечтала выучить второй язык, который мне не давался. Но у меня не было особой цели, мотивации и кайфа. Я, как бы до этого, ну, как бы для меня он был сложный, противный и тому подобное. Ну, как это объяснить? Сейчас я вдруг так загорелась общаться свободно на английском языке, я действительно за кучу лет захотела по-настоящему. И у меня всё сложилось. То есть мой ум стал запоминать. Раньше я не могла выучить. Сейчас я, каждое слово, которое я слышу, оказывается, я знаю откуда-то. И я знаю каждое правило. Я просто вот сейчас повторяю, и у меня просто вот, ну, как всё, как дважды два, всё так понятно, всё так ясно, потому что я загорелась. Ты тогда загорелся идеей, когда решил сместить фокус внимания со всех вот внешних этих дел и сконцентрироваться на себе, на своём кайфе в какой-то момент. Не перекладывай на бизнесы. Мы с тобой бизнес расписали для того, чтобы перевести его на твои шаблоны, на твою душу, на твою, да, на чувства. И дальше ты уже не сравнивай его с чувствами. Просто душа тебе объясняет, что в какой-то момент, когда ты зажигаешься чем-то в эйфории, неважно чем, речь вообще не про бизнес. И ты, пожалуйста, все эти переводы, вот даже сейчас по поводу квартиры, это не про это то, что ты сейчас сказал. Мне предложили квартиру, я там выбрал. Это вообще не про это. Здесь мы уже не сравниваем с твоими действиями во внешнем мире, физическими. То есть я правильно понимаю, что получается, что в какой-то момент, когда мне стало совсем хуёво, и я увидел смерть в зеркало, я в этот момент обратил внимание на себя, на своё состояние. Да, и тебе стало не важно в этом мире ничего, тебе стало важно свой душевный комфорт. То есть ты ушёл на такое дно для того, чтобы отстать от всех этих гонок внешних, которые уже всё, они не получились, отстать от проблем, от внешнего мира, изолировать себя за контролем вот этим всем. То есть ты уже всё, опустился, всё, тебе единственное желание было просто чувствовать себя хорошо и нормально. Тебе всё остальное стало уже неважно. И ты загорелся какой-то идеей чувствовать себя хорошо. И вот это чувство, вот эта эйфория, идея, вот этот кайф для себя, он уже стал тебе реализовывать вовне все твои комфорты, потому что ты просто загорелся другой идеей. Не за целями гнаться, да, которые придут тебе деньги. А когда уже всё, двигаться. Я захорелся, что я перееду в эту квартиру, да. Давай мы не будем анализировать квартиры, бизнесы, деньги и ситуации твоей проблемы. Они всё, их надо забыть. Мы сейчас разбираем только то, что ты должен понять в своих чувствах, в своей голове. Всё, этот образ, эта картинка, кино, которое ты посмотрел, нужна была просто для перевода на себя. Мы перевели. Сейчас, что ты загорелся квартирой. Нет, опять это не про это. Ты опять уходишь в анализ сравнения с бизнесом из квартиры. Нет, не про это. Ну, анализ про то, что ты, ну, нет. Вообще анализ не надо проводить. Вообще. Я, как бы, обратил внимание на себя и на свои чувства. Душа тебе просто сейчас преподает урок. Ты просто вот пришёл в школу, сел вот так вот за парту, и тебе учитель говорит, когда ты воодушевлён, загораешься какой-то идеей, когда ты изолируешь себя от внешнего, перестаёшь гнаться за внешним, а тебе интересно только внутреннее вот это состояние, внутреннее развитие своё собственное. Когда ты в эйфории, хочешь что-то изучить, узнать, познать, не материального, а когда ты хочешь вот двигаться, жить, кайфовать, вот что-то изучая, что-то понимая, что-то получая, но не деньги, да, не материальные, не машины, квартиры. Нет, это не про это. И учитель тебе говорит, давайте я приведу пример. Вот есть такой мальчик, который жил на улице, в коробке, ночевал в офисе на столе, и ему негде было жить. И тут вдруг он понял, что он уже на самом дне, уже всё, его единственная задача, не миллиарды сделки бизнеса, а единственная задача выжить. Единственная задача, хотя бы просто душевный покой обрести и спать в кроватке. Ну, то есть он как бы выбросил все свои цели и желания и созредоточился на своей безопасности вот здесь, сейчас, и в своём комфорте. И только после этого, когда он понял, что важнее своего внутреннего комфорта ничего нету, у него всё решилось и вовне. То есть тебе учитель просто рассказывает, да ты этим мальчиком был, да, и ты сам себе учитель, просто пытаешься объяснить, что на всех ситуациях, неважно, какие бы они ни были, важно сосредоточиться на своём собственном комфорте, на своей собственной безопасности. Как сказать, что там был комфорт, безопасность. Когда ты в душе спокоен максимально и в эйфории, что сейчас чего-то произойдёт, что я сейчас чего-то сделаю, что я уже что-то делаю. Вот я, например, учу английский, я в эйфории. Мне не надо заканчивать, у меня нет цели закончить учить английский, я буду его до конца жизни, блин, учить. Сам путь вот этого обучения, узнавания, что у меня получается, это настолько круто, меня это так вдохновляет. И поэтому всё быстро вот складывается, что мне уже его и не надо учить в итоге. Он есть, он встроился в меня. Как только я понимаю, насколько мне душевно, комфортно просто уже находиться там, где я есть, и пофиг где, у меня уже эти квартиры, уже вокруг меня, в которых я живу, уже естественным образом. То есть для меня это становится естественным. Помнишь, я в прошлом видео тебе говорила, всё, что для нас естественно, оно для нас естественно. Тебе когда естественно чувствовать душевный комфорт там, где ты есть, пофиг в отеле, в коробке, у друзей, дома, в квартире, у тебя всегда будет там, где ты будешь жить, и тебе будет комфортно. И на физическом мире это может проявляться и твоими домами, и замками, которые ты будешь владеть там, землями во Франции. Пофигу. То есть как-то мир будет тебе отражать твой внутренний душевный комфорт, постоянный, в естественном порядке. То есть ты не будешь хотеть эту квартиру, тебе будет пофиг, потому что тебе всегда комфортно, ты даже не будешь на это обращать внимание. То, что для тебя естественно, но будет естественно, тебе не надо будет этого хотеть. Для меня естественно ездить, как в прошлый раз тебе говорила, на такси. И бизнес-класс всегда в России заказываю, да, а здесь такого нету в Турции, конечно, просто обычный такси. Для меня это естественно. И я не заморачиваюсь. У меня нет желания, я хочу ездить на такси. Где бы взять деньги на такси? Как бы поехать на такси? А не будет ли дорого на такси? А вот, блин, а вот это. Для меня это просто вот села и поехала. И поэтому всегда находятся какие-то ресурсы, что либо меня подвезут, либо водитель будет у меня, либо машина, пофигу. Всегда вопрос решен с этим, потому что для меня это просто. Я не заморачиваюсь. Для меня это комфортно. Когда тебе будет комфортно быть там, где ты есть везде, и не беспокоиться, есть у тебя жилье или нет. Когда ты будешь думать о том, как мне сейчас сделать так, чтобы мне было максимально комфортно сейчас. Вот я хочу просто сейчас хоть как-то лежать на хорошем диване, а не на столе в офисе, да. У тебя было одно желание просто дать себе комфорт здесь сейчас. У тебя не было желания достигнуть сделки, заработать миллионы, ты в тот момент думал только об одном. Как бы съехать со стола на мягкий диван, правильно? И вот это чувство эйфории, что это возможно, да, что как ты загорелся идеей дивана, мягкого, комфортного, ты благодаря этому и получил квартиру и переехал, а не потому, что ты хотел квартиру, ты хотел комфорта, ты обращал внимание на чувства, не на материальное. Опять непонятно, да? Нет, понятно, я просто пишу. Прошу заметить, я тебе и расшифровала, когда ты даешь себе этот душевный комфорт, уют, спокойствие, равновесие, воодушевление, горишь каким-то проявлением, горишь теми действиями, что я горю сейчас, дать себе максимально душевный комфорт, пофиг на обстоятельства вообще. Я хочу это чувство испытывать и вот как мне его себе дать? Ты заражен этой идеей, ничего не видишь, то есть вижу цель, не вижу препятствий, у тебя просто эйфория от того, чем ты занимаешься. Какой цели ты идёшь? Ну, это цель, которая тебя развивает, цель, которая тебе даёт безопасность, цель, которая закрывает тебе чувства, за которыми ты гонишься всю жизнь. Правильно в комментариях сказали, да нихрена он не может никак понять. Там разные комментарии были на YouTube после нашего видео, если ты читал, не читал, не знаю. Он бежит от бедности, почему он хочет эти миллионы, миллиарды, богатства и так далее. Он бежит от бедности, отрицает бедность, ему надо принять эту бедность, понять, что такое бедность, трансформировать шаблон бедности, дать себе эту бедность, использовать её в эйфории, просто кайфовать от этой бедности, но понять, в чём это бедность, почему бедность, это и есть богатство, богатство бедности. Да, мы этот шаблон потрансформировали попозже, ещё раз, потому что он не дошёл в прошлый раз, судя по комментариям людей, допускай он уже поймёт, но почему он не понимает. Смысл здесь в том, что первое, это эйфория твоя, достижение целей должна быть, эйфория, наслаждение вот этим процессом, боже, я учу английский, это же круто, я просто иду к целям, наслаждаясь жизнью, что-то изучаю, тебе надо найти цель, но не в деньгах, а настоящую цель. У тебя есть цель квартира? Но это цель, придуманная умом, а тебе надо найти настоящую цель, почему тебе нужна квартира, то есть иметь квартиру, чтобы была квартира, это не цель души. Тебе нужно настоящие цели найти, настоящие цели, для чего там подумать, там можно миллион вопросов задать, да, что за этой квартирой стоит, нахрена, и включить вот этот вот интерес, включить вот эту эйфорию, наслаждаясь, давая себе вот эти чувства, которые лежат на настоящей цели этой квартиры. У меня эйфория не от того, что я английский учу, изучу и буду им владеть, у меня эйфория от того, какой процесс при этом происходит, я, ну, не знаю, как это объяснить, я уже хочу, чтобы он у меня так быстро не учился и не заканчивался, а то эйфория быстро пройдёт, я получаю просто, чтоб ты понимал, как происходит эйфория с моим телом, я каждое занятие пишу и реву, у меня катятся слёзы, от счастья, всё, я только так описать могу этот процесс, каждое первое, второе, там, третье занятие, я ревела, а сейчас у меня просто трясётся там губа и там скупая слеза, потому что, ну, я уже потихоньку привыкаю к этим эмоциям, а меня прёт, потому что он мне диктует, а я пишу и понимаю, что я это умею, я понимаю, что это я знаю, у меня получается без ошибок, я включила сейчас уроки на английского на Х2, и я слушаю его очень быструю речь и успеваю под запись ещё записать на Х2, понимаешь, я на восьмом или девятом уроке, уроки длинные, и я на Х2 его слушаю, записываю, там контрольная работа, там два урока, три урока контрольные, два урока, три контрольные, это когда он диктует, я пишу, он тут же говорит, как правильно, тут же пишет, как правильно, то есть я смотрю, слушаю и пишу одновременно, да, и проговариваю вместе с ним, и я разговариваю и реву, потому что это клёво, блин, клёво, это круче, вот, не знаю, секса, просто круче, и именно вот эта эйфория и даёт осознание того, что я завтра просыпаюсь, даже сегодня я понимаю, я владею английским, спокойно могу на нём разговаривать, вот сейчас тебе надо понять, с домом, с твоими, с деньгами, с бизнесами, что настоящая цель не в достижении физического вот этого денег на кошельке, а просто реветь, плакать и смеяться во время процесса всех этих сделок от кайфа, как это всё происходит красиво, что как ты, творец, мутишь вот эти все мутки, как ты общаешься с людьми, как они приходят, ты подумала о человеке, он пришёл, я видео выложила, я подумала о человеке, 3 мая, 7 дня, 6, написала в заметках утром, написать ему, спросить, как дела, он у меня проходил разные, короче, он покупал у меня разные бизнес-сопровождения, последний раз мы общались 20 января, я хотела с ним поговорить и предложить ему свою книжку, и думал, и может быть коучинг, потому что это клёвый бизнесмен, а мне сейчас нужна вот эта ваша мужская энергетика, я такая думаю, блин, надо бы ему написать, он мне вечером пишет сообщение, Нелли, здравствуй, мы с тобой давно не общались, чтобы мне купить, какую книгу почитать, может быть на коучинг какой-нибудь к тебе записаться, он мне в аудио пишет, а я не успела просто до него дойти, ну в этот день, он мне сам вечером написал, а на следующий день я написала, мне нужен адвокат, юрист, который там все вопросы по лицензированию деятельности и по налогам, всё проконсультирует, мне пишет мой юрист, с которым я дружу куча времени, причём он в теме вот этой вот эзотерической, проходила у меня куча всего, я был на встречах живых, и он, как сказать, в Москве очень крутой юрист по уголовному праву, и он ещё людям шаблоны мышления трансформирует, то есть он приезжает в тюрьму к чувакам и сидит с ними трансформирует шаблоны мышления, юрист, прикинь, он совместил мою тему со своей, вот, если кому надо будет, обращайтесь, ну он крутой чувак, ну если какие-то такие помощи нужны будут по уголовке, так вот, я была на эйфории, когда я писала, что мне нужен адвокат, я представила, как, блин, у меня слёзы текли, когда я пишу вот эти задания, потому что я кайфую, как это всё в процессе разворачивается, и тут же приходят люди по волшебству, да, и сами мне пишут, и сами всё говорят, и сколько людей пришло на видео и говорили, открой свой университет, там своё обучение, дай свои дипломы, дай это, я просто пропускала, а ресурсы мне всё время говорили прямым текстом, давай сделай вот это, я отрицала, и твоя задача сейчас, прошу заметить, когда ты даёшь себе вот этот душевный комфорт, эйфорию от того, что ты творишь, что ты делаешь, те материальные вещи, и они автоматом отражаются потом, ты прямым текстом здесь себе написал, с чего началось, сделка была в разгаре ковида, когда я изолировал себя от внешнего мира, то есть я отказался от внешних целей, правильно? Изолировать себя от внешнего мира, это вот обратить внимание на внутренний, то есть ты переключился, с этого началась твоя сделка, тебе дали 5 миллионов и квартиру, ну да, ну да, с чего она началась, вот первый твой шаг, ты решил себя изолировать, вот это твои, всей петрушки вокруг вот этой гонки, может быть, да, и ты ушёл в себя, это первый шажочек, да, потом ты загорелся, вон у тебя, идеи, дал себе кучу обещаний, то есть тебе было офигенно, круто, интересно, куча дел выполнить, 5 миллионов переменных действий, ты себе пообещал, в голове прокрутил, что я буду делать, и тебе было интересно это делать, и тогда я наконец-то нашёл свой внутренний покой, перевожу читая, уют, душевный комфорт, вдохновился, воодушевился вот этими действиями, творениями своими, я нашёл себя, я наконец-то переехал к себе, я был собой, то есть я давал себе чувство этого комфорта, морального, то есть я был в себе, в настоящем моменте, ушёл от гонки внешней, ты себе вот прямо тут и написал, вот я тебе прямо так и расшифровала, а до этого я чувствовал дискомфорт, неуютность, я был в режиме постоянной работы, беспокойства, не имел никаких ресурсов, перемен, у меня был застой, и поэтому я смотрел смерти в глаза, смерти в глаза смотреть, это когда мы останавливаемся, ничего не делаем, всё, остановка, не движемся, нет перемен, нет энергии, естественно, сравни, остановка равно смерть, но опять же, наша жизнь это смерть жизни, не надо её бояться, ты был не в себе, не здесь сейчас, это был не я, меня не было здесь сейчас, вот расшифровываю же, блин, твои тексты, меня не было, нет жилья, это меня нет, то есть, в сторону радости, когда я максимально сосредоточился, что сейчас я хочу не на столе спать, а на диване, то есть ты сосредоточился на своих ощущениях, что я хочу ощущать, я хочу ощущать мягкий диван, да, расслабиться, кайфануть, ручки раскрыть, то есть не ощущать, что тебе деньги на карту падают, ты сделку закрываешь, а ощущать мягкий диван, ощущать чувства, это немножко, видишь, большая разница, внешняя и внутренняя, и вот тогда ты переехал, тогда тебе дали деньги, тогда у тебя появилась сделка, когда ты абстрагировался, направив внимание только на свои чувства, что я сейчас хочу, в тот момент ты хотел комфорт и покой, и сейчас ты хочешь тоже этот комфорт и покой душевный, но ты пытаешься его закрыть внешними целями, то есть вот я сделаю сделку, и мне будет комфортно, нет, почему твоя сделка до сих пор второй месяц, третий тянется, только потому что, да, оно по графику у тебя идет, но этот график уже давно месяц назад бы закрылся, потому что ты ждешь этого комфорта, комфорта после сделки, ты сейчас кайфанишь, что оно все как будто закрыто, и не будет закрываться, и вообще тебе пофигу, вот сейчас, господи, как хорошо жить, господи, как хорошо, что у меня руки, ноги есть, блин, я есть, и просто пошло, но все, я просто счастлив, я вот прям сейчас здесь счастлив, насколько это круто, вот сейчас тебе надо попробовать обнаружить эти чувства, очень сложно просто говорить эти слова, и ни хрена это не чувствовать, не плахать от разрыва сердца, от кайфа вот этого вот, это сложно, надо эти чувства обнаружить, но чтобы их обнаружить, да, надо поставить цель, я хочу сейчас эти чувства обнаружить, сейчас, найти эти чувства комфорта, счастья, любви, радости, вот это моя цель, это главная моя цель, других целей для души нету это единственные цели которые сейчас хочу испытывать и направить все свое внимание как себе дать эти чувства как их испытать для этого тебе надо думать и передумать целых куча почему тебе здесь сейчас хорошо все остальное не важно и когда ты загоришься целью это обнаружить ты это обнаружишь вот тебе должна быть хоть и хотя бы сначала поставить цель испытывать вот эту вот душевную любовь испытывать и вот эту эйфорию как вы люди под наркотой испытывают под грибами тебе надо ее в настоящем моменте попробовать испытывать и задаться этой целью блин как испытывать эту радость эйфорию которая в теле прям вызывают реальные оргазмы вот как задаться этой целью первое второе начнешь обдумывать как какие-то варианты и у тебя в это время мозги внимание отключится от внешних целей потому что у тебя будет стоять только вот это вот но благодаря вот этой цели фокусировки на этом да ты начнешь себе отвечать на эти вопросы и ты начнешь видеть как потихоньку начинает у тебя это получаться и когда ты начнешь видеть как это получается ты будешь в этот момент испытывать вот этот то что ты ищешь и благодаря в уже вот этому что на остальное станет неважно у тебя остальные внешние дела решаться какими еще словами то же самое сказать ты учти что я сейчас это все записываю то есть биткам я включил это все пишите поэтому это все написано вопрос руком что я за тобой когда пишу то есть я вот еще и какие-то пишу то есть я помимо того что у меня тут выделено все вот он желтым видишь каждое это то что я увидел а сейчас ты акцентируешь на внимание на другом на том чем я не акцентировал внимание потому что то что ты мне сейчас говоришь ты акцентируешь внимание на внешнем потому что постоянно ты все время пытаешься переключиться и сравнить его с бизнесом с квартирой я тебе говорю блять забудь нахер это все отстань от квартиры с бизнесом с деньгами отстань от них мы сейчас решаем другие вопросы которые мешают иметь эти квартиры это ты сначала разберись с собой внутри душевным вот этим комфортом своим помнишь я тебе в прошлый раз приводила пример я всегда до поры до времени всегда там с 15 лет не начинали нравятся мальчики первый раз вообще понравился мальчик там один нет вообще вру с 4 лет не нравится мальчик я его 10 лет любила вообще он даже об этом не узнал ну ладно в общем короче с 15 лет я уже начала интересоваться мальчиками уже как девушка и до 23 до 25 я не понимала почему все парни все абсолютно все я их сменила не знаю сколько блин да я вот такая вот не однолюбка вообще по херу через три месяца не интересными с ними скучно они болваны они вообще просто тупые существа которые мне абсолютно не интересны но это до 25 такой момент был я вообще не понимала как можно долго с одним и тем же человеком общаться но если он тупой и ты его тупость через три месяца но точно увидишь поначалу такая эйфория эйфория потом это эйфория заканчивалась я не всегда даже психологи спрашивали а что именно тебе не нравится говорю скучно мне с ними скучно они не веселят не дают мне энергии и я всю жизнь у психологов ответ почему мне скучно никто не мог дать мне ответ с парнями почему мне становится с ними скучно и потом я уже в видео многих когда трансформировала кучу шаблонов поняла это да ответы есть сейчас на любые вопросы рассказываю мне когда с собой скучно но мне никто не может дать этого веселья хоть вокруг с барабанами там петрушки будут прыгать и веселить меня мне если сам само с собой скучно все это но это бесполезно но когда я знаю что как сделать так чтобы мне с собой никогда не было скучно это действительно вот с 25-летнего возраста вот сейчас не 41 да мне ни разу не было ни одного дня скучно вот ни одного я вообще не за что такое скука даже просто представить себе вспомнить не могу вот это ощущение мне всегда есть чем заняться мне всегда интересно вот так вот даже поставить рядом со мной сейчас самого скучного парня да просто статую картинку вырезать ченгука какого-нибудь мне будет весело с ним блин вопрос комфорту твоему если тебе внутри душевно комфортно просто жить здесь сейчас тебе будет комфортно в любых условиях тебе будет вообще все равно на все вокруг тебе это перестанет беспокоить ты перестанет что сливать свою энергию и тогда этот комфорт будет проецироваться мне сейчас любую парнем весело и комфортно с любым с которым бы я не познакомилась мне кажется боже они такие веселые они такие интересные но дело во мне не в них на самом деле все девушки скажут это самые скучные за унылые там айтишники допустим самые вообще просто сиди я сам открою вот мне с ними весело но зато со мной не всем весело мне все говорят ты такая на серьезках как путин вот мой муж каждый день говорил ты чё как путин с тобой так скучно я уже ржала говорю проработать скуку мужичек свою в семье блин я не причем а мне было пипец как интересно пипец как весело со всеми даже каждый скажет что это самая заунылая вообще скукота вот этот мужик просто вот просто путин а я не а мне весело будет просто вот от одного присутствия и когда тебе комфортно получается будет в любых условиях здесь сейчас потому что комфорт уют и твой дом это твое тело они стены мы уже это записали вон расшифровка ты же сам написал этот дом это том где это я это это я и моя душа это мое тело это вот это я это записал да вот он соответственно если мне кажется самая заунылая г скучная блин очень веселым не за женщина это или мужчина бабушка дедушка ребенок пофиг все люди для меня пипец какие интересные веселые мне никогда ни с кем не будет скучно даже если не будет сидеть молчать спать отвернутые там зубами к стенке все мне будет весело с домом я пытаюсь от тебя вытянуть ты просто представь по аналогии тебе комфортно уютно тебе хорошо вот ты сидишь и тебе капец как хорошо уютно комфортно квартира дом да тебе уютно и комфортно то в любой квартире в которой бы ты не находился тебе будет пипец как там уютно и комфортно комфорт безопасность радость спокойствие защищенность уют кайф прикинь если тебе будет по кайфу жить эту жизнь ты будешь на эйфории ну под наркотой до наркоману похеру что вокруг творится он ходит ля 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 под наркотой вот когда ты под наркотой такой только настоящие из чувств твоих то тебе будет пофигу вообще чего вокруг происходит ты будешь ходить и глифовать иногда я поражаюсь как везет дурачкам они не запариваются и просто счастливы как иван дурак да имел все полцарства царевну потому что он не запаривался он был счастлив сам по себе чтобы проецировать вовне квартиры дома как минимум да ну помимо разных условий там мы еще хотим не иметь квартиру потому что не хотим сталкиваться с какими-то последствиями да но у тебя они там проработаны может эти последствия да тебе не хватает уже в чувствах кому-то помимо чувств еще надо проработать с последствиями то есть нежелательные последствия когда будут квартиры когда будет машины когда будет мужик там или ещё что-то у меня на линии желательно в последствии с мужиком ну на сто процентов полезных последствия вообще никаких нету ну поэтому я и вы не хочу умеет так хорошо но если мне этот регира и хотела и мне пришлось садиться и работать вот но так как мне это не надо они это не стоит моим желанием абсолютно никаким целям достижения мне вообще это сейчас не нужно вот поэтому все хорошо я нашла себе кучу отговорок почему зачем этого не хотеть и отлично но если ты хочешь да себе женщину ты сначала все эти чувства должен научиться увидеть даже не научиться увидеть использовать быть этими чувствами то есть ты должен быть самим спокойствием и беспокойством то есть самой радости уходячий просто кем-то либо самим уютом изучать этот уют быть уютным и все женщины которые хотят уют придут к тебе подоить тебя-то у нас тебя твой уют например люди которые хотят любви ищут любовь до не ищут тех людей кто и случает эту любовь то есть я не могу влюбиться в тех кто не излучает эту любовь носе во мне любви нет я хочу подоить других на любовь этот ее излучает ну кто ее может излучать тот кто себя любит поэтому когда мне не хватало любви к себе я искала тех кто очень любит себя а это естественно нарциссы это естественно те кто самолюбованием любят заниматься и всякие там не буду говорить агибиционисты конечно вот но это максимально вообще люди но у меня просто из крайности в крайность было люди которые по-настоящему любят себя излучает эту любовь они могут другим дать на них слетается как мотыльки вот на лампочку куча куча людей когда ты себе нужен да на твою нужность и сливаются когда ты себя любишь на твою любовь все сливаются когда ты с собой дорожишь те кто себя собой не дорожи да ему нужно поиметь с тобой этот коннект чтобы насытиться от тебя того что в тебе много с квартирой то же самое опять акцентирую внимание твой уют комфорт где бы ты не находился снимает важность со внешних квартир домов и твоего жилья тебе не важно тебе хорошо везде но когда ты чувствуешь это везде тебе вообще ничего не хочется уже потому что она у тебя для тебя естественно она для тебя вот этот комфорт для тебя он естественный потому что тебе комфорт просто жить быть и когда тебе естественный комфорт естественно естественным образом у тебя есть квартиры машины там все вот все что чем ты вот хотел внешним комфорт свой закрыть ты будешь только пытаться это сделать да и проходить этот путь уроки опыт это хорошо я просто пытаюсь сейчас сказать можно закрыть экстерном этот опыт дать все тебе чувства и убрать важность внешнего перестать этого хотеть потому что это уже тебе не надо тебе так комфортно зачем тебе искать зачем тебе покупать комфорт если он в тебе и так тебе это естественно тебе не надо мне не надо искать возможности заказать себе такси для меня это естественно тебе не надо искать возможности приобретения квартиры потому что тебе это естественно за квартиры стоят чувство Безопасности, комфорта, уюта и так далее. И когда эти чувства являются тобой, ты не просто их обнаружил и попробовал на вкус их произвести. Вот мне сейчас уютно, а я чувствую, как я сижу уютно в своём кресле. Нет, это не такие чувства. Это душевные покои, уюты, совершенно не связаны с физическими эмоциями и чувствами, которые мы испытываем с соприкасанием с поверхностью. Это немножко не те чувства. Но они очень похожи, поэтому в фильме «Секрет» говорят, хотите машину, сядьте, представьте в стул, возьмите руль детский, порулить и представьте это чувство. Оно близко может вас подобрать, вы можете близко подобраться к настоящим тем чувствам комфорта, уюта через вот эти искусственные, ну тактильные. Можно через них зайти, но это не те чувства, которые дадут машину. Это так, тренировка-тренажёр, можно так сказать. Сейчас ты понимаешь, о чём я? Да. Я когда максимально себя люблю, ставлю себя на первое место, всегда хвалю, никогда не критикую. Если критикую, то просто для того, чтобы сейчас какой-то рост сделать. Ой, что-то у меня волосы стрёмные сегодня. Я покритиковала, так, поэтому сделаю сейчас масочку себе любимой, и волосы будут классные. Я вчера сделала маску, сегодня голову не мыла, вот с грязной головы, нельзя, завтра помоем. Критикую себя, что у меня там грязные волосы, допустим, сейчас вот внутри. Думаю, блин, как я могла выйти в эфир, записать, и сейчас люди будут писать, какая я опять неухоженная. Вот, я, то есть, покритикую, и люди, значит, покритикуют. Если бы я даже не обратила на это внимание, не было бы такой критики, как отражение. Так вот, что я хотела сказать с этими волосами, пример просто на них хотела привести. Вот, я покритиковала себя для того, чтобы не покритиковать себя, унизить и сказать, блин, какая я плохая петрушка. Нет, для того, чтобы просто с фокусом внимания обратить внимание, что нужно пойти, там, помыть голову, и это как бы просто естественный обычный процесс. То есть, критика не ради унижения, а тут же исполнение ее для своего собственного роста и развития. Может быть, волосы-то было тупо. Например, можно покритиковать свой вес, чтобы заняться спортом, а не сидеть критиковать. Многие сидят, ноют, да, и уходят в депрессии. А можно просто сказать, так, что-то я себя запустил. Но не с минусом это сказать, критику, да, а в плюс себе. Значит, так, все, делаю зарядку. Так, какие сейчас классные зарядки и в эйфории ищешь офигенные, максимально удобные, быстрые, простые, там, 10-15-минутные, там, суставные какие-то гимнастики, например. И несколько упражнений по сбору веса и сбросу, там, например, и питание. И ты пока в этом процессе кайфуешь, ты наслаждаешься. И просто вот тебе хорошо просто вот искать эту информацию, думать, вот сейчас я ее найду, находить, читать, кайфовать и прям что-то пробовать. И жить в этом процессе, вот жить в этом процессе, в котором тебе должно быть комфортно. То есть наша критика не убила нас. Обычно дальше критики ни у кого ничего не идет. Ну, я хожу на кроссфит. Ну, ты же себя не критикуешь. Че? Ну, ты же себя не критикуешь по поводу веса. Ну, то, что ходишь, молодец, все, кайфуй. Тебе этот процесс должен быть? Ну, по поводу веса я, конечно, недоволен, но у меня уже есть вариант решения по поводу веса. Я пойду и уберу 20 килограмм. Помимо того, что ты мне уже дала вариант, как его снять, когда я прилечу в Турцию. Вот, ну и плюс тебе надо питание, да, поменять потихонечку? Питание, да, надо поменять, согласен. По поводу питания, блин, хотела я такой коучинг делать. Я его делала в Турции, ко мне несколько человек приезжало. Но вот, блин, надо, чтобы на две недели ко мне приезжали на отдых в Турцию. Но сейчас я уже уезжаю, такого уже нет. И человек за две недели полностью учится там рецептам, питанию, чисткам, там, подобное. Быстренько, прям, не отходя от кассы, мы вместе готовим. И у него этот режим за две недели прям закладывается. Он приезжает, покупает там блендер. Все, кто ко мне прижал на зубы, они все переделали свое питание. Вообще, во, на изи. Ну, если бы я жила на одном месте, можно было бы такие вещи творить. Это очень удобно. Люди думают, что это сложно переделать питание. Много надо знать там или еще что-то. На самом деле, это так просто. Вот я сегодня сделала себе на завтрак, еще не завтракала. Вот такую вкусняшку. Максимально просто забито там всеми такими полезностями вообще вот просто. И профилактика всего, начиная с каждого органа. Короче, состав вот того, что я сейчас сделала, просто феноменальный. Делается просто... Ну, кажется, всем трудно. Надо за ручку просто поставить и прям показать. И такой человек, о, нифига, как легко. Кстати, по поводу того, что ты говоришь. Я два дня подряд здесь... У меня были такие дни, вот это как раз суббота-воскресенье, когда я, как ты говоришь, слушал себя, отцепил себя и уходил в себя. Я делал так, как я хотел. Хотел там свернуться к лобоку, козу эмбриона, козу эмбриона. И я как бы все то, что мне приходило в чувство, я все это проживал. И у меня в какой-то момент произошло какие-то такие озарения. И я увидел, что я как бы в свою жизнь устраивался какие-то испытания, дискомфорт. И делал так, как нахер я все это делал, когда можно было все делать как бы с удовольствием, с комфортом, с уважением к себе и так далее. И когда я сегодня утром просыпался, я как раз, ну, как-то вот в такой эйфории, ну, нельзя сказать, что это прям совсем эйфория, ну, в таком хорошем состоянии просыпался, не болела пятка. Первый раз за месяцев, наверное, 12 не болела пятка. И я удивился этому, а потом в течение дня все равно он не заболел, и сейчас заболит правая пятка, ну, не так сильно уже. Но вопрос в том, что я задался вопрос, зачем я вот это все создаю, когда вот здесь вот такое, когда проход можно сделать простой, этого не делать, то есть, грубо говоря, не проходить эти все испытания, а просто прийти сразу с точку Б, получить все то, что я хочу, ну, грубо говоря, там, состояние, сделки, деньги, все. И сделать это по-другому. Не вот в этом всем прохождении, а с удовольствием, с кайфом, с получением удовольствия, потому что у меня в жизни этого никогда не было. Удовольствие от того, что я делаю, удовольствие от каждого дня, удовольствие... Можно руку подниму, извини, перебью? Убрать. Когда ты будешь наслаждаться вот этим вот, то, что ты говоришь, удовольствие от каждого дня и так далее, вон то не вложится в эту картину мира, оно должно быть убрано. Ты либо вот это, либо то, либо испытание этой цели, но когда ты будешь вот это вот проходить, тебе то будет неважно, тебе то будет неинтересно, тебе то нахрен не нужно будет, но оно у тебя будет само собой, просто естественно. Но оно тебе не нужно будет. Если есть цель этих денег, то вот всё вот этого тебе не светит. Оно противоречит друг дружке. Наслаждаться жизнью здесь сейчас, это не цели денежные. Если у тебя есть денежные цели, значит, у тебя есть ещё шаблоны до сих пор. Вот эти вот. Ты либо сейчас, либо потом. Сейчас. Ну вот сейчас. Ещё очередной урок заканчиваем на том, что ты ни хрена не понимаешь. До меня потихоньку доходит. Блин. И каждый чир, я это слышал от тебя. Я каждый раз записываю, и каждый раз мне больше, больше, как бы, ну, как, не знаю, как. То есть раньше я читал и ничего не понимал. Сейчас я читаю, и я как бы понимаю. Иногда я не могу это перенести словами, но чувствую, я могу это понять, и понимаю, и осознаю. И вот это вот удивление того, что происходят последние два дня, оно как бы уже такое, ну... Я не знаю, как это объяснить. Потому что, видимо, всё происходит тогда, когда надо, чтобы это произошло. Поэтому я тебе задаю эти вопросы с точки зрения того, что я чувствую, понимаю, осознаю, и какие действия я делаю. И на какие-то вопросы я получаю сразу ответ. На какие-то вопросы, которые я получаю ответы, я сразу пишу ответы. Допустим, там, квартира за сделками то-то. Я хочу так-то. Осознание вот этого того, что, как бы, ну, уже не вписывается в эту картину. И, как ты говоришь, что надо здесь и сейчас быть этим. А быть этим — это значит чувствовать все эти чувства, которые я хочу чувствовать где-то там, далеко. Даже не чувствовать, а это для тебя должно быть естественным процессом. То есть тебе просто должно быть комфортно, и ты должен не заморачиваться, комфортно мне или некомфортно. Ты должен перестать хотеть комфорт, потому что для тебя это естественно. Ты должен перестать замечать дискомфорт, потому что для тебя это естественно. Это наоборот должно То есть и комфорт, и дискомфорт И любовь, и все остальное Ты не будешь это не хотеть, не испытывать Не чувствовать Это вольется все в один белый шум Тебе просто будет пофигу Потому что это есть И так суть твоя Мне комфортно жить просто И когда у тебя базовая потребность В комфорте и в дискомфорте Закроется, ты перестанешь об этом думать Тебе это перестанет беспокоить Соответственно, ты не будешь искать Во внешних целях Закрыть этот комфорт То есть у тебя просто даже желание Иметь комфортную квартиру Которая принесет тебе комфорт Отпадет Ты скажешь, она мне не нужна Заис Сложно Квартира тебе Она есть И дом есть И все есть И тебе это не беспокоит Внешне всегда Отражает внутреннее Тебя она беспокоит Эта квартира Потому что внутри нету этого Нечувства покоя Успокоения Комфортной безопасности И опасности Ты потому что Разделил опасность Безопасность Комфорт Дискомфорт Уют Не уют Ты разделил Надо собрать это целое И эти чувства Стать этими чувствами Да, и для тебя Они должны быть естественны И когда тебе это естественно Ну, ты не хочешь этого Зачем хотеть то, что есть Естественно Все желания внешние Отпадут Но когда все желания Внешние Отпадут Ты же не будешь Жить в вакууме Тебя же что-то Будет отражать Что-то же будет Проявляться вовне А что? Изобилие проявляет Изобилие внутреннее Проявляет внешнее изобилие Внутренняя пустота Проецирует тебе Внешнюю пустоту Нехватку Все Все очень сложно И все очень просто Вот мне сейчас отпали Желания Да Получать эти дипломы Блин Психолога Ехать туда Сюда Там английского И так далее Мне просто нравится процесс Кайф И у меня уже нет нужды Я не от нужды этого хочу Я просто кайфую И самое интересное Что мне это уже не интересно И все равно Пофигу уже на это Но я иду к этим целям Потому что внутри все равно Как бы интерес есть Но не достижение цели А вот этого процесса Как это происходит Получится Не получится Поступлю Я не поступлю Вообще пофигу Стало мне О чем я начала говорить Но при этом Чем пофигу Тем больше людей Ко мне стучатся Сейчас с разных агентств Я поставляла этих заявок Ну давайте Мы это организуем И грант уже дадим То они говорили Что цена стоит В университете экстерном Столько Тут я уже СМС-ку получила С грантов Сначала 40 тысяч Предлагали Потом другую сумму Предложили Короче Я не понимаю Скоро бесплатно Вообще все получу И за месяц Оно меня догонит Понимаешь Оно догонит Меня Потому что Я уже Уже мысленно Учусь Для меня это Естественно Учиться в Гарварде В Оксфорде В Кембридже Естественно Ну то есть Я знаю что я потяну Для меня нет никаких проблем Надо просто пойти и сделать Вот Другой вопрос Уже надо мне это или не надо Уже не надо Будут какие-то другие цели Еще круче То есть Я закрыла свои проблемы Многие Когда я Шла к цели Гарварда Да Или Оксфорда Да Кембриджа Я закрыла цели Которые у меня Были Много лет По разным Другим Сферам жизни То есть Параллельно Что-то делая Да Идя к одной цели У меня все остальные Вот закрылись То есть Я ответила на многие себе вопросы И решила многие вопросы Случайным Неслучайным образом На которые Я уже сто лет забила Что? Твоя задача Начинаем С самого начала У меня Что там? Мое проявление творчества В сотворчестве С этим миром Началось в разгар Когда я изолировал себя От этих внешних целей Всех гонок Когда я ушел в себя С этого внешнего мира Ковид это говорил Всем Всем дано было В этот ковид Перейти на новый уровень сознания Да Ну кто-то воспользовался Кто-то нет Ну это как бы Просто пришел учитель И всех обучал Одновременно Людей Ну вот Обрати внимание На киношку Может быть Что-то осознаешь И тебе первый шаг Это Отвалить от своих целей Внешних Никто не говорит Не ставить цели Не идти к своим желаниям Иди к целям Ставь желаний Но потом То есть сначала Мы от всего отказываемся Для того Чтобы прийти к себе Заглянуть к себе Вытащить это из себя И только вот уже С новыми знаниями С новыми чувствами Идти уже Опять К внешним целям К внешним желаниям То есть сначала Нужно Убрать лишнее Чтобы сосредоточиться На себе И чтобы потом Опять туда идти Дальше Сейчас вторую часть Записывать буду